Добро пожаловать в мой канал, свяжется с покупкой вот такой немаленькой посылки, и давайте перейдем к самой манге. Ну и вот столько манги здесь было, а также не поместилось в кадр манга Гомунку. Давайте с нее и начнем. Вот такая у нас внешняя обложка, здесь можно потрогать этот знак, точно такой же как и здесь, только белый. И внутри то же самое. Манга повествует об этом парне, он имел неплохую работу, но в один момент потерял все, кроме этой машины. Далее мы будем наблюдать за тем, как этот персонаж будет изменяться. Ему делают операцию на мозг и высверливают дырку во лбу. И после операции, закрывая свой правый глаз, он видит что-то странное, и называется это Гомунку. Они начинают принимать какие-то другие формы, а если быть точнее, то формы того, что они боялись в прошлом. Трактически данная манга печаталась с 2003 по 2020 год, автор Хидео Яомото. В данной манге всего 13 томов, и уж поверьте, они будут незабываемы. Советую к прочтению. 33 том Мои Геройской Академии. Кстати, один из подписчиков меня спросил, что это за царапины, объясняю, это рисунок на самой обложке. Внутренняя обложка издательства у нас здесь, Джамп Комикс. Пройдемся по сочным моментам. Лягушка. Плачущий Деку. Кстати, со временем рестовка стала еще лучше. Том печатался в 2022 году. Вау, очень свежий. И здесь у нас убийца героев. Задняя обложка. Манга Сэмданг, первая книга. Почему книга? Потому что здесь полтора тома. Кстати, данного автора вы можете знать также по работе Вагабонта, либо же Бродяга. Перейдем к содержанию. Внутренняя обложка. Очень красивая рисовка. Иноута Хико умеет рисовать. Сэмданг. Данная книга выходила с 2018 по 2022 год. И откроем заднюю обложку. Продолжение баскетбольного мяча. Перейдем к следующей манге. Манга Блю Лок, первый том, либо же Синяя тюрьма. Давайте перейдем к его вскрытию. Вот так том выглядит без пленочки. Автор Йосики Номура. Внутренняя обложка. Очень красивая рисовка. Манга повествует о парнях, которые должны стать лучшим нападающим, так как их команда японская проиграла чемпионат мира. Им необходим сильнейший нападающий. Печатался том с 2018 по 2022 год. Задняя обложка Блю Лок. Такие синие тона. И сзади у нас здесь рекламка аниме, что ли. Таким оно будет вроде красивым. Идем к следующей манге. Ну а вот и фарфоровая кукла. Перейдем ко второму томику. Вот такая внешняя обложка. Перейдем к внутренней. Внутренняя обложка. Сочная глянцевая страничка. Так, наобороте у нас там просто содержание. Пройдемся погодным моментом. Очень красиво. Такие развороты. Годно. И данный том печатался 2018 по 2022 год. Сзади у нас просто здесь фарфоровая кукла влюбилась. И сзади главный герой Годжо. Перейдем к пятому томику. Очень красивая обложка. Есть рекламка. Внутренняя обложка. Кстати, всю данную мангу можно купить у меня по ссылке в описании. А также в Телеграме. Такой красивый глянцевый лист. Содержание. 191 страница. Здесь она немного почернела. Так, ну и давайте перейдем к этим моментам. Очень красиво. Рисовка прям шик. Как и в манге, так и в аниме. Очень постарались. Какой прекрасный фрейм. Ну и тот самый момент, когда она сидела на нем и как бы да. Да, кстати, там его половой орган издал звук. Будто бы он встает. Круто. Такой прекрасный момент. И в конце здесь они вроде будут спать вместе. Она признается ему в любви. Верно же? Вроде бы да. Да, на том печатался с 2020 по 2022 год. И сзади здесь у нас опять-таки Годжо. Перейдем к следующей манге. Такие «Скидь Мстителей» 13 и 17 тома. Давайте их вскроем. Вот такой вот 13 томик. Здесь у нас изображен Дракен. Внутренняя обложка. Изображен маленький Дракен. И да, я знаю именно персонажей. Так, не хочу натыкаться на осуждающие знаки. Пытаюсь их как-то скипнуть. И здесь у нас 2019-2022 год. И вот такой вот 17 томик. Давайте перейдем к его вскрытию. Вот такая вот внешняя обложка. Реклама фильма. Перейдем к внутренней. Внутренняя обложка. И печатался томик с 2020 по 2021 год. Перейдем к следующей мангасе. Ты ждал этого три, нет, пять тысяч лет. Манга «Вагабонт». Наконец у меня на руках именно в японском издании. Перейдем к его вскрытию. «Вагабонт» у нас написан металликом и бликует на свету. Перейдем к содержанию. Внутренняя обложка очень красивая. Автор, опять-таки повторюсь, и ноута Кихико. Глянцевая страничка. И здесь немало. Так, раскрыть бы их еще. Вот такой разворотик. Еще вот такой разворотик. И еще один. Манга печаталась с 1999 года по 2022. Цена в Японии 790 йен. Даже в Японии она стоит дорого. Перейдем ко второму и третьему томам. Второй томик. Вот такая внешняя обложка. Перейдем к содержанию. Внутренняя обложка. Перейдем к характеристикам. Манга печаталась с 1999 по 2021 год. Идем далее. Вот такой вот третий томик. Перейдем к его содержанию. Внутренняя обложка. Глянцевые странички есть опять-таки. Вот такой прекрасный разворотик. Еще глянцевые страницы посередине. Очень красиво. Разворот. Характеристики данного тома печатался с 1999 по 2022 год. И сзади у нас такие вот девушки, которые окружили мечника. Ну и последняя в распаковке это у нас Наготору. Шестой, одиннадцатый, седьмой, а также тринадцатый тома. Давайте вскроем один из них. Пусть это будет шестой. Вот такая внешняя обложка. Перейдем к внутренней. Внутренняя обложка. Здесь у нас изображен кадр из аниме. И это у нас томик, где она переоделась в кошечку. А точнее, если быть, то это фестиваль. Данный том печатался в 2019 году. Задняя обложка. И здесь у нас кадры из аниме с главным персонажем, с главным героем. Ну и вроде на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал в описании. И мой магазин манги также там внизу. И всем пока. Продолжение следует...